Что Андрея Лазарчука бы посоветовал бы прочесть? В отличие от Андрея Лазарчука, я отнюдь, так сказать, не стирал его из своей памяти. Для меня человек, который переродился, не перестал быть автором замечательных книг, и мои несогласия с ним скорее вызывают у меня сострадание к его тяжкой болезни. Я считаю, что в случае Лазарчука это именно болезнь. И ничто в его творчестве, ну кроме некоторого, наверное, такого наимного милитаризма, некоторого особого интереса к войне, но это же, в общем, само по себе ещё не милитаризм. Это интерес к такому проявлению войны, к тому, что война проявляет человек. Для меня Лазарчук не перестал быть серьезным, талантливым, интересным для меня человеком. И естественно, что я продолжаю с нежностью относиться к его ранним сочинениям и к той памяти о нём, которая у меня есть. То есть то, что с Лазарчуком произошло, не кажется мне естественно вытекающим из его прошлого. Это кажется мне болезнью. Это, кстати говоря, у очень многих так, понимаете? Ведь, ну скажем, эволюция юной моря очень естественна. Она всегда считала себя недооценённой, она всегда была нон-конформистом, путая нон-конформистом иногда с, ну как бы сказать, с раздутой мэга. Но тем не менее у неё были замечательные стихи, но её путь логичен. Она шла путём, который её к самообожанию и такого самовыпиливанию из литературного процесса он её вёл. А у Лазарчук совсем другая история. Лазарчук, может быть, его задело крылом, так сказать, общая беда фантаста, прессентимент, чувство недостаточного признания. А может быть, всё ещё хуже. Может быть, его задело крылом другое. Для фантастики характерна всё-таки некоторая этическая чернота, белизна, примитивизация, упрощённость, однозначность. В сказке всегда герой либо добрый, либо зол. И вот это такое упрощённое представление о добре и зле, оно иногда фантастам присуще. Вот у Спенского оно не было присуще, а вот у Лазарчука, может быть, оно было. При этом я совершенно не считаю Лазарчука писателем слабее. Я его считаю писателем очень крепким. И в некоторых отношениях, в некоторых текстах абсолютно выдающимся. Опоздавший к лету великий роман Мицин. Да и сам Лазарчук интересный, яркий человек. Ну, вот так случилось ужасно. Понимаете, художник, он же не обязан быть хорошим человеком. Иногда художник, наоборот, ещё и ярче доказывает очень многие ракономерности, иллюстрирует их, если хотите. Вот это со мной, братья. Не обидно ли вашему...